Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Марина Матвейшина. И в ближайшие 25 минут вы узнаете все самое интересное, что произошло в Самаре на этой неделе. И коротко о главных темах выпуска. На скамье подсудимых обвиняемые в нападении на начальника отрадненской полиции и его жену. В гарнизонном военном суде стартовал один из самых резонансных процессов последнего времени. Самарские бойцы в Поднебесной. Впервые российским военным предстоит показать все, на что способны китайским товарищам. Деликатный подход. Главную городскую площадь отремонтируют с учетом пожеланий самарцев. Человек-собаке-друг. Накануне Дня кинолога детям из центра ровесник покажут, как дрессируют служебных собак. Первый экзамен перед чемпионатом мира. В Самаре открыли фан-зону Кубка Конфедерации. Пришли грабить и решились на убийство. Такова основная версия судебного следствия по громкому делу о нападении на начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его супругу Екатерину. Процесс стартовал в Самарском гарнизонном военном суде. Один из обвиняемых военнослужащий. На скамье подсудимых пятеро. По ходатайству одного из них дело рассматривают трое судей. Репортаж Алины Чемерес. Я смотрю на него и вижу, как он стоит, смотрит на меня и с таким каким-то ехидством, спокойствием и с какой-то удовлетворенностью улыбается, видя на то, что я лежу уже в лужи крови, а он стоит и так с ухмылкой смотрит на это все. Я у меня еще промелькнул такая мысль. Не люди, что ли, я не знаю. Как проникли в дом, как убивали жену и избивали его самого. Начальник отродненской полиции Дмитрий Вашуркин в зале суда рассказывает о событиях той роковой ночи. По его словам, в декабре прошлого года своих обидчиков он впервые встретил в магазине. Потом вместе с супругой отправился домой в село Смышляевка. Заметив незнакомцев, во дворе вышел спросить, кто такие. Говорит, драка завязалась практически сразу. Налетчики избивали и требовали отдать деньги и ценные вещи. Сегодня на скамье подсудимых четверо мужчин. Они под стражей. И девушка. Она под подпиской о невыезде. Лица, да, я двух опознавал в процессе расследования уголовного дела. С тремя у меня были проведены очные ставки. Поэтому сомнение в том, что это именно те люди, никаких не возникает. Это было нападение именно ради наживы. Их сподвигло, по предварительным следствиям, как было установлено, сподвигло золотая цепочка, которую они увидели мне на шее. Вот основная цель была их, вот эта цепочка. Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елташев и Эрнст Яцуненко при любом удобном моменте стараются повернуться спиной к камерам. Двое прячут лица под медицинскими масками. Все мужчины ранее не судимы. У троих из них есть дети. По версии следствия, в ночь на 11 декабря налетчики на дом в Ашуркинах следили за своими жертвами. К месту трагедии предполагаемых преступников привез Пермяков. Он, согласно материалам дела, в нападении не участвовал. Далее трое мужчин избили Дмитрия и Екатерину, забрали деньги и ценные вещи и уехали на квартиру к Чистяковой, которая помогала скрыть улики. Нападавшие на момент совершения нападения не знали о том, что потерпевший является сотрудником правоохранительных органов. Это они узнали в процессе того, когда собирали ценные вещи в доме и было найдено удостоверение сотрудника полиции. Согласно хронологии, именно после того, как было найдено удостоверение сотрудника полиции и были нанесены удары топором потерпевшему. От полученных травм Екатерина Вашуркина скончалась на месте. Начальник полиции от Радного в тяжелом состоянии попал в больницу. Сейчас Дмитрий чувствует себя лучше, уже вернулся на службу. На заседании суда и мама погибшей Екатерины. Инвалид второй группы потеряла единственную дочь. Вину полностью признала только Чистякова. Мужчина лишь частично согласна с обвинением. Я признаю в том, что я совершил разбойное нападение в четвертой части. Но заранее я на это не шел. Что случилось, я это признаю. Но заранее я это не обманываю. Тем, кто ударил топором Вашуркина и его жену, следствие считает Виталия Яранкина. По мнению адвоката, убивать обоих супругов он не собирался. В преступный сговор не вступал. Защита намерена переквалифицировать статью. Покушение на убийство одного лица и убийство. Мы будем исключать разбойное нападение, предварительное сговоры и убийство на двух и более лиц. Так как умысла на убийство двух и более лиц у Яранкина не было. И умысла на разбойное нападение также не было. То есть он убил? Ну, в эту часть он признает вину, конечно. Для убийцы жены Дмитрий Вашуркин намерен требовать самого сурового наказания. Обвиняемым в нападении на семью Вашуркиных может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Также мать Екатерина попросила взыскать с Яранкина, который предположительно и нанес смертельный удар ее дочери, 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд приобщил ходатайство к делу. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Пока до победы далеко, как до Китая, но они настроены решительно. В Шиханах стартовал первый этап всеармейского конкурса «Безопасная среда» – индивидуальная гонка. В нем примут участие лучшие команды из каждого военного округа, в том числе и самарцы. Лучшие по итогам конкурса представят страну на армейских международных играх в Китае. Подробности в нашем сюжете. Задача рядового Константина Куклина сегодня взять пробы воды, травы и грунта. Образцы нужно доставить в лабораторию для анализа. По ним эксперты смогут определить, опасно ли находиться в этой зоне. Военнослужащие проверяют, содержат ли эти ящики радиационную активность. С помощью спецприбора из шести необходимо выбрать два. Конкретные экипировки довольно-таки сложно. Это все делать в противогазе, жара, мороз в разной среде. Но справляемся. По легенде, все действия проходят в химической и радиационно зараженной зоне. Поэтому все маневры военнослужащие проделывают в противогазе. От них требуется в полной экипировке, как можно быстрее добежать до бронетранспортера. Затем продемонстрировать мастерское вождение. Змейка, преодоление рва и крутой подъем. На полигоне условия максимально приближены к военным. Звучат автоматные очереди. Участникам соревнований приходится проходить полосу препятствий в условиях дымовой и огневой завесы. С первым местом поздравили экипаж старшего лейтенанта Антона Павликова. Свой расчет подбирал лично. Тот личный состав, который имеется в подчинении. Был индивидуальный подход к каждому военнослужащему. Отбирал по нормативам специальной подготовки и по нормативам вождения. В региональном этапе конкурса «Безопасная среда-2017» участие приняли лучшие экипажи из воинских частей Самарской области. Победителей теперь ждет всеразийский конкурс. В конце июня в Шиханы приедут участники со всей страны. Уже заявлено 13 команд. По словам организаторов, дистанцию планируют усложнить. Кроме того, военные должны будут продемонстрировать умение владеть оружием и меткость. Виктория Викторова, события. Готовьте калькуляторы и кошельки. С 1 июля россиян вновь ждет повышения оплаты за коммуналку. Чтобы не ошибиться в расчетах, комиссия общественной палаты Самарской области по ЖКХ разъяснила, на какой процент вырастут тарифы и куда обращаться в спорных ситуациях. Мариана Мирная продолжит тему. На 6,8% повысится плата за коммунальные услуги в Самаре с 1 июля этого года. Такой индекс рассчитало областное министерство ЖКХ. Он состоит из установленного для Самарской области индекса 4,3% с допустимым отклонением в 2,5%. Если взять, что семья тратит за коммунальные услуги 2000 рублей, допустим, в месяц, если она платит в целом за квартиру 3000, 1000 идет за жилищные услуги, это содержание текущей ремонт, как правило, а 2000 идет на оплату коммунальных услуг, то с 1 июля повышение будет ожидать наших жителей на 136 рублей. Тарифы повысятся на все – газ, воду, отопление и электроэнергию. Тариф на воду увеличится на 2% и составит 26 рублей 70 копеек с учетом НДС. Водоотведение возрастет на 5,6% и составит 14 рублей 16 копеек с учетом НДС. Больше всего вырастет плата за тепло. Предприятие тепловых сетей, которое поставляет тепловую энергию в целях отопления и тепловую энергию в целях горячего водоснабжения, то с 1 июля тариф для этой организации увеличится на 3,7% и составит 1316 рублей. Обращайте внимание, это без НДС. Несмотря на регулярный рост тарифов за коммуналку, у жителей все-таки есть возможность экономить ресурсы. Это в первую очередь установка приборов учета, как индивидуальных, так и общедомовых. Если собственник заподозрит, что оплата ему начисляется с нарушениями, следует обратиться в Министерство энергетики и ЖКХ. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Под чутким присмотром общественности. Ремонт площади Куйбышева, которая во время чемпионата мира станет местом проведения фестиваля болельщиков, проходит с обязательным участием самарцев. Городские власти советуются с активистами, как лучше сделать. На первом собрании побывала и Мариана Мирная. Непривычный для самарского глаза вид площади Куйбышева явление временное и позитивное. Здесь вовсю идет ремонт. Заменяют асфальтовое покрытие, бордюрный камень и светильники. Все этапы работы обсуждаются с горожанами. Было очень много кривотолков, что здесь фонтаны будут делать, и какие-то киоски строят. А сейчас мы поняли, что просто идет обновление площади Куйбышева, она будет просто лучше, краше для жителей города. Просто необходимо, чтобы сейчас открывало решение в этих вопросах, потому что, ну, многие, может быть, даже глаз замыливаются у руководства, они, может, что-то не замечают. Люди могут подсказать, сказать, как сделать, может быть, как им удобнее будет, потому что это благоустройство, благо людей должно идти все. Начались работы по озеленению. Старые высохшие ели и лиственницы убирают, взамен сажают новые, чуть-чуть поменьше. Это необходимо, говорят профессионалы. Иначе это не просто некрасивый и неопрятный вид сквера, но и угроза для отдыхающих. Реконструкция площади Куйбышева не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра оперы и балета, уверяет мэр Самара Олег Фурсов. На самом деле все будет очень красиво. Мы договорились о том, что не менять все профессиональным образом облик площади Куйбышева, потому что она историческая у нас, и мы привыкли именно к такому виду. Реконструкция подвергается только скверы, и то в плане, скажем так, рекультивации газонов и установки новых автополив, например, тротуарной дорожки. Там туалеты будут придены в порядок, существующие. Теперь на фигуры новые будут установлены. Сама площадь внешне станет более ухоженной и красивой, но принципиально поменяется ее техническое оснащение. Будут смонтированы новые линии коммуникаций для обеспечения воды и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий. Планируется, что прогуляться по обновленной площади можно будет в октябре этого года. Мариана Мирная, Марина Матвейшина, Григорий Плешаков. События. Когда собачья жизнь в радость. Накануне Дня кинолога детей из приюта «Ровесник» привели на экскурсию в кинологический центр, где познакомили с его обитателями и показали чудеса дрессуры. С четвероногими героями подружилась и наша съемочная группа. «Человек, собаки, друг». «Человек, собаки, друг». «Это знают все вокруг». «Это знают все вокруг». «Понятно всем, как дважды два». «Нет добрее существа». Не просто друг, а напарник. С лабрадором Янки кинолог Надежда Баканова работает с 2012 года. Вместе и на стадион, и в метро, и на фестивале. Кинолог говорит, главное качество пса – интеллект. Именно поэтому он так нетороплив. Кто понял, жизнь, тот не спешит, шутит Надежда. И всегда поощряет напарника за хорошую работу. Янки, как любой лабрадор, будет всегда готов работать за еду. То есть для нас лакомство – это, конечно, всегда сырочек, колбаска, яблочко, банан, любой фрукт. Мы любим все. Нас часто пытаются накормить, напоить даже хлебом. Янки – специалист по обнаружению взрывчатки. А вот эта красавица, бельгийская овчарка, носит необычное имя – Самара Ротстар Акелла. Ловит преступников. А еще она настоящий полиглот, знает пять языков – русский, французский, немецкий, английский и армянский. Стоять! Кушай! Это на французском проложить. На французском сейчас поставлю. Дай бог! Браво! Это я сделал для того, чтобы чисто физически, спортивный интерес – смогу ли я, сможет ли собака. Ну, вроде получилось. Это интересно, конечно. Я искал хотя бы где-то в интернете, на нескольких языках. Ничего, может, я не нашел. Я не скидывал ничего такого. Для своего удовольствия я это сделал. Чтобы команда сработалась, кинолог и собака должны найти друг друга. К каждому животному индивидуальный подход. Сейчас в центре содержится 135 овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, испаниелей. Одни ищут оружие, другие – наркотики, третий – ловят бандитов. Всех их объединяет одно – умение и желание работать с человеком бок о бок. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Медицинские работники отметили свой профессиональный праздник. Лучшие получили награды. Одна из них – хирург высшей категории Валентина Иванова. Почетный профессор Самарского медицинского университета спасла тысячи пациентов и воспитала несколько поколений врачей. С легендарным хирургом встретилась Валерия Макарова. Вот во время операции одной у Виктора Петровича получилось вот такое осложнение. А вывести сердце через маленький ран уже сложно. Он так вот выводится, а вон сломалось. И он тогда, Виктор Петрович говорит, надо, ты возьми на память. Память о своем коллеге, одном из лучших кардиохирургов России, Викторе Полякове, Валентина Дмитриевна Иванова, хранит уже много лет. Она и сама человек-легенда. Преподает в Самарском медицинском университете более полувека и воспитала несколько поколений хирургов. Стать врачом она не мечтала. В годы войны хотела строить самолеты для фронта. Вот как-то мне хотелось что-то помочь авиации. И мне казалось, что самолет строительный факультет – это мое призвание. Но родственники отговорили, мол, медицина для девушки – более подходящее дело. Первая практика в военном госпитале показала, что здесь нужен настоящий характер и стальные нервы. Еще студентка Валентина Иванова боролась с последствиями голода в Молдавии. После уехала за мужем на Сахалин. И в 24 года стала главврачом городской больницы. Приходилось не спать сутками и проводить десятки экстренных операций. Это большой порт. Туда заходят со всего Дальнего Востока, из Вьетнама, из Китая, сюда, из России, с Владивостока идут сюда. Там всякие происшествия. Дежурство было как. Днем я работала. Дежурство с 6 вечера до 8 утра. Это очень утомительно. В 1974 Валентина Дмитриевна стала завкафедрой оперативной хирургии в Куйбышевском мединституте, где преподает до сих пор. Ее профессионализмом, стойкостью и любовью к профессии восхищаются и студенты, и коллеги. Это абсолютно удивительный человек. Мы все, у нее, так сказать, младшее поколение преподавателей, учимся. Учимся отношению к делу, учимся ответственности, учимся отношению к студентам. Когда студенты выходят от нее, видно, как глаза у них горят. Она заинтересовывает своим предметом студентов, а это на самом деле очень важно. Валентина Иванова была признана одним из пяти лучших клинических анатомов России и уже подписан указ о новой награде. Ей присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области». Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. В Самаре отметили мировую премьеру. 109 лет назад в Струковском саду впервые был исполнен вальс на сопках Маньчжурии. Музыкальные произведения написаны на фронтах русско-японской войны. В память о тех трагических событиях в истории нашей страны прошел концерт в Парке Победы. Песни и музыку военных лет услышал Сергей Кизоркин. Пятый музыкальный фестиваль на сопках Маньчжурии в этом году прошел в Парке Победы. Историческая площадка «Струковский сад», где 109 лет назад состоялась мировая премьера вальса Ильи Шатрова, закрыт на реконструкцию. Первые наброски произведения Шатров сделал еще на фронте русско-японской войны после одного из сражений. Закончил писать вальс на сопках Маньчжурии уже в Самаре, куда переехал Макшанский полк. Я просто восхищаюсь гением музыкантов, которые видели смерть своих коллег и сами были ранены неоднократно. И они остались. И душа, и их талант выдал такую музыку, которая живет не только в России, но эта музыка известна по всему миру. И именно как след русско-японской трагической войны. Первый текст к вальсу написал самарский поэт Степан Петров. Потом было несколько вариантов песен. Михаил Морозов уже не первый год участвует в фестивале духовых оркестров и с удовольствием исполняет вальс на сопках Маньчжурии. Спите, бойцы, спите спокойным сном. Пусть вам присетаться нивы, родные, очень далекий дом. Тот текст, который именно я выбрал, там несколько текстов, мне кажется, он самый тонкий, самый душевный. И думаю, вот в нем без лишнего пафоса пробуждает все чувства такого тихого патриотизма. Премьера вальса на сопках Маньчжурии состояла в Самаре в апреле 1908 года. Поначалу публика довольно прохладно встретила это музыкальное произведение. Но уже через два года вальс Ильи Шатрова побил, как сказали бы сегодня, все музыкальные чарты. Впрочем, и сейчас эта музыка не оставила равнодушными никого. Я вижу такое более взрослое поколение присоединяется к танцам. Это прям что-то такое душесчипательное. Очень все приятно. Это подарок для всех жителей. Мы, конечно, с удовольствием, я имею в виду ветераны, пенсионеры, ходим на эти праздники. И действительно, как вы сказали, вспоминаем свою молодость. Всеми струнами души воспринимают эту музыку вальсовую, потому что это наша молодость. Молодежь уже не танцует вальсы, а мы танцевали и танцуем с удовольствием. Концертная программа фестиваля не ограничилась исполнением только вальса на сопках Манчжурии. Прозвучали и другие произведения времен русско-японской войны. А для погружения в ушедшую эпоху самарцам провели мастер-класс по вальсированию. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Самара и Штутгарт теперь связаны еще и музыкой. В рамках культурного сотрудничества впервые в нашем городе прошли гастроли звезды европейских мюзиклов Кевина Тарта. На репетиции в филармонии побывала Юлия Черняева. У себя на родине в Германии Кевин Тарт «Большая звезда» – один из самых именитых европейских артистов-мюзиклов. За свою 30-летнюю карьеру Кевин сыграл во всех самых культовых мировых постановках – «Кабаре», «Кошки», «Красавица» и «Чудовище», «Три мушкетера» и «Суини тот». Но особую известность ему принесла роль графа фон Кролока в мюзикле «Танец вампиров» по фильму Романа Полански. Кевин Тарт «Большая звезда» В Самаре артист впервые. Вот уже 20 лет живет в Штутгарте, выступает на мировых сценах, с удовольствием приехал в город по братим. 25-летие дружеских отношений Самары и Штутгарта Кевин Тарт отметил на сцене Самарской филармонии. Я очень рад сегодня выступать в Самаре для русской публики. Действительно, для этого есть особый повод. Штутгарт для меня – один из любимых городов мира. Он находится в центре Европы, в нем я живу вот уже 20 лет. И очень знаково, что дружбе наших любимых городов 25. Получается, что у нас здесь такой двойной юбилей. Для такого знакового концерта был приглашен известный дирижер из Санкт-Петербурга Андрей Медведев. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Сборная России по футболу начала Кубок Конфедерации с победы. Этот турнир предваряет чемпионат мира и считается его репетицией. Несмотря на то, что игры в Самаре не проходят, в городе не остались в стороне и открыли фан-зону Кубка. Что за турнир уже принимает Россия и как Самара встретила большой спортивный праздник, знает Андрей Горгуленко. Кубок Конфедерации – турнир-репетиция чемпионата мира. Его принимают 4 города – Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. 8 команд, лучшие из каждого континента, за 2 недели сыграют 16 матчей. Для городов это серьезная проверка перед Мундиалем. Опыт проведения этого турнира будет использован и самарскими организаторами. Как раз в Питер поехали для того, чтобы посмотреть, как идет подготовка в Санкт-Петербурге. В том числе завтра у нас еще бывает человек, который едет в Сочи и тоже посмотреть. Там будет Кубок Конфедерации, чтобы учесть этот опыт и здесь его внедрить у нас в Самаре. Для Самары турнир тоже стал репетицией, правда не проведением матчей, а организацией фан-зоны. Гости праздника насладились концертом, участвовали в конкурсах, вместе съели 15-метровый торт, выполненный в футбольной тематике. На сегодняшний день ведется работа на 72 дорогах, строится стадион на 45 тысяч мест, меняется инфраструктура города, улучшается транспорт, транспортные развязки. Город получил новое развитие во всех направлениях, от социальной сферы до благоустройства. После того, как отгремела церемония открытия Кубка Конфедерации в Санкт-Петербурге, в Самаре на главной сцене фан-зоны детский театр «Задумка» показал спектакль. В представлении ребята рассказали историю чемпионатов мира, показали самые яркие танцы народов тех стран, которые уже принимали мудя. Кульминация дня – стартовый матч Кубка Конфедераций. Россия, Новая Зеландия. Его транслировали на двух больших экранах. На ваших экранах группа А, в которую входит помимо России и Новой Зеландии, которая участвует в матче открытия, а также команды Португалии и Мексики. За игрой болельщики следили пристально, вместе расстраивались с промахом. И вместе искренне радовались забитым мячам. Сборная России в итоге победила новозеландцев 2-0, набрав важные и необходимые три очка. Опытные болельщики задавались вопросами о качестве игры и реализации голевых моментов. Любители просто наслаждались атмосферой спортивного праздника. Но победа пришлась всем по душе. Мы рассчитывали, что больше выиграем. Я рассчитывал еще как минимум два гола. Потому что мне кажется, один гол, который мы еще не забили, он нам откликнется. Очень круто сыграли, собрано самое главное. Ну, конечно, мы помогли им выиграть. Без нас точно бы 0-0 было. Я лояль на то, что с футболом. Мне нравится смотреть, когда наши выигрывают. Сборная России по футболу свой первый экзамен на Кубке Конфедерации уверенно сдала, победив сборную Новой Зеландии. А Самара показала, что уже сейчас способна принять чемпионат мира, который будет через год. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А тем временем до чемпионата мира остается меньше года 355 дней. Наш телеканал запускает обратный отсчет. И теперь вы точно не пропустите, сколько времени остается до главного футбольного турнира. И на этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова